Нижняя оценка минус один. Лежат у этой фигуры на границе прямоугольника, но обозначенную сумму через СИ. Рассмотрим полосу какой-то ширины, скажем, ХИ, чтобы у этой полосы стороны были параллельны с этим большим сторонам прямоугольника. И выберем такую полосу, чтобы она внутри себя зажимала эту фигуру, и чтобы ширина полосы была минимальной. Но это означает, что где-то у нас верхняя полоса хотя бы в одной точке будет проходить через эту фигуру, и нижняя полоса хотя бы в одной точке тоже будет проходить через эту фигуру, иначе можно полосы сшать. Теперь вот рассмотрим ту часть границы этой фигуры, которая соединяет вот эти две точки и проходит через вот этот отрез. Если он нет, если его нет, ну просто такой фигурный. И здесь рассмотрим такую же часть. Обозначен длину вот этой, значит, линии. Обозначен КУИТЕ. Да. Обозначен КУИТЕ. Ну, наверное, сумма будет. Но я думаю, что длина всего вот этой всей линии не меньше, чем ХИТЕ. Потому что расстояние между концами, само не меньше, чем ХИТЕ, то есть ХИТЕ – это ширина, в коротчайшее расстояние, ну просто не прямого. Значит, длина у этого, если часть границы не меньше, чем ХИТЕ, длина этой не меньше, чем ХИТЕ. Значит, полная длина не меньше, чем ХИТЕ, а теперь давайте рассмотрим часть границы, которая не выходит на сторону, боковую. Для этой цели надо взять ХИТЕ, а именно сумма, длину этих столб, если они ищутся. И вот полученная разность, мы ее обозначим через КУИТЕ. Вот эта самая ХИТЕ, то есть длина вот этой всей границы, заключена от той части, которая лежит на сторонах. Она не меньше, чем ХИТЕ, а сейчас мы рассмотрим сумму. Пусть принадлежит эти границы, то сумма этих КУИТЕ, с одной стороны, она не меньше, чем 2, но сумма вот этих ХИТЕ, ну и минус сумма ХИТЕ, ну и минус сумма ХИТЕ, ну, как правило, ХИТЕ. Но фигурки-то эти не пересекаются, поэтому вот эти отрезочки, они тоже не пересекаются. И сумма их длин не больше, чем 1 делить на плюс еще 1 делить, естественно. Поэтому можно это все снизу оценить, как 2, на сумму вот этих ХИТЕ, минус 2 для них на А. А теперь, что такое сумма у ХИТЕ? Сумма у ХИТЕ – это, на самом деле, общая длина всех разрезов, на самом деле. Потому что мы ведь разрезали наш этот самый неопугольник, то есть не новоугольник, а вот этот прямоугольник на несколько кусков, которые мы обозначили ХИТЕ. У каждого пуска есть какой-то периметр, да? Когда мы складываем все эти периметры, что у нас происходит? Каждый отрезок, который является общим для соседних прямоугольников, мы учитываем 2 раза, естественно. А те отрезки, которые попадают на границу, по одному. Так вот, если мы просуммируем все эти ХИТЕ, а вот здесь у нас плиты, как раз, это та часть, которая не учитывает вот этих границ. Ну и вот этих она тоже не учитывает, потому что каждая фигура лежит внутри какой-то полосы. Тогда у нас получается, что вот эта вот сумма, она на самом деле, и есть как раз удвоенная длина всех разрезов. Это удвоенная длина всех разрезов. Вот когда мы единичный квадрат разрезали, то у него пусть сумма разрезов была... Когда мы единичный квадрат разрезали и прощали фигурку, то обозначим сумму длин всех разрезов через И1А. Тогда, если мы просуммируем периметр всех частей, и на каком она разрезается, то сумма будет равна 2 И1А, потому что каждый отрезок, который внутри, и соседний для двух глупоих вычитывается 2 раз. И плюс еще 4, то есть плюс периметр всего микроса. Так что получается, вот, сумма всех периметров частей будет такая. С другой стороны, мы эти части передвинули, и сумма их периметров не изменилась. А здесь уже сумма периметров будет какая? Здесь периметр всей фигуры будет 2 на А плюс 2 на А плюс 2А и плюс удвоенная длина разрезов, которые находятся уже внутри. Значит, у нас получилось вот такое вот равенство. Вот это число нам нужно, нам же нужно оценить вот это число, сумму периметров. Она тогда выражается через вот это. Каким образом? А прибавить 1 на А минус 2 плюс L1А. Ну, на двойку сократили и все перенесли. Двойка попала сюда. Вот такая форма. Значит, чтобы доказать, что вот это будет больше либо равно А минус 1, достаточно теперь доказать, что вот это L1А не меньше, чем 1 минус 1 на А. Вот так вот. Ну да, если это тракт будет, то минус 2 плюс 1 сокращается минус 1 будет. И 1 на А сокращается, будет там минус 1. Значит, достаточно вот этого доказать. Вот. А вот эта величина, сумма разрезов внутри вот этого длинного прямогонца, она у нас не меньше, чем вот это. Сумма окончательно вот так получилось. Чтобы доказать, что это все не меньше, чем 2 минус 2 делить на А, мы просто умножаем на двойки. Дело свелось к чему? К тому, что нужно доказать, что сумма вот этих ошибок не меньше делится. Что сумма ошибок не меньше делится. А теперь, смотрите. Вернем на все эти наши узкие булиты, на которых мы разрезали. Каждый кусок лежит внутри полосы шириной H1. Переносим эти куски назад, и они образуют у нас квадраты. Для каждого куска мы рассмотрим прямоугольный вот этот, который его содержит. Получается, что мы единичный квадрат накрыли полосами ширины H1, H1. Они его полностью накрывают. Потому что скуиты накрывают, а это тем более. Впишем в него круг. Это будет круг диаметра единицы. Получается, что и круг диаметра единицы закрыт вот этими полосами. И у нас возникла тогда такая задача. Дан круг какого-то диаметра. Нужно написать, что диаметра единицы. Мы его накрываем N полосами произвольного полоса. Так, что мы эти полосы полностью круг накрыли. Нужно доказать, что сумма ширины этих полосов не меньше единицы. Ну, значит, наглядная задача такая. У нас есть кондукционный люк. Потеряем круг. Мы хотим его накрыть досками. Ну, доски разной ширины. Ну вот нужно, чтобы его можно было накрыть. Необходимо и достаточно, чтобы сумма была не меньше единицы. В одну сторону это очевидно. Если у нас есть набор досок с такой суммой, то мы можем их просто параллельно расположить. И общая ширина будет больше единицы и круг накрыться. Неочевидно в обратном. Ну, вот это называется теорематайство. Скажу, что нет. Дальше уже, правда, не надо. Потому что покрыть их полосками. В журнале Квант была здоровая статья. Я уже тогда два слова еще скажу. 24-й номер журнала математического просвещения. И там была подругована статья авторов с одинаковой фамилией. И там на первых же страницах написано, что Тарский в 1931 году в польском журнале для молодежи, который назывался «Параметр», а еще у них был журнал «Молодый математик». Это в 1931 году. Это еще никакого кванта поминания было. И олимпиады еще не было вообще в Москве. Вот он там опубликовал стадию, где он предложил преобразовать квадрат в такой прямоугольник и оценить снизу число кусков, которое для этого необходимо. То есть как раз вот та задача, что тут суммы длины мы пытаемся оценивать, а у него число кусков. Он там предложил некую простую оценку для числа кусков, которая, однако, была не точная. и какой-то способ разрезания. Наверное, какой-то вот из этих. И вот поставил вопрос, можно ли улучшить оценку. И там, в том же, по-моему, году, то ли Моезе, то ли Мьозе, он опубликовал нарушение этой проблемы. А именно он получил нижнюю оценку для числа кусков, что n не меньше, чем амин 1. Ну, отсюда тоже это всё вытекает, потому что каждое ожитое, между прочим, не больше, чем единица делить на а. Ну, по очевидной причине. Поэтому всю эту сумму можно оценить вверху, как n делить на а. Ну и получается, что если сумма ошибки не меньше единицы, то n делить на а тоже не меньше единицы. Получается, что, да, я больше брону а. Вот это и есть нижняя оценка. Вот этот самый Мьозе получил эту оценку, а разбираясь в доказательстве, Тарский увидел вот эту теорему, которая теперь называется теорема Тарского дощечка. Вот такая интересная история.